МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир на первом Ярославском продолжает проект в тему в студии Александра Панкрадова. Ярославль выбрал самую красивую и женственную, самую настоящую королеву. Ольга Гамиловская у нас сегодня в студии. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Мы вас поздравляем с победой в месяц Ярославль-2018. Как вы решились принять участие в таком конкурсе? Это ваш первый опыт? Спасибо за поздравление. Да, это первый опыт. Но, по сути, я и не решалась. Настояли мои друзья и подруги. Они, похоже, верили больше, чем я, в меня и в то, что я достойна участвовать в таком конкурсе. Про изнанку конкурсов красоты уже существует немало, наверное, неприятных фактов. Вот вы как участница, как победительница, что можете сказать? Что такое изнанка этого самого конкурса? На самом деле нет никакого негатива на этом конкурсе. Организаторы стараются сделать его честным, открытым и очень интересным. И я, оказавшись внутри этого мероприятия, это могу подтвердить со всей ответственностью. Мы с девочками очень сдружились. У нас царила дружественная и приятная атмосфера. Мы со многими продолжаем общаться и после финала. Конкурс как-то по-новому раскрывает женщин? Да, конечно. Мы все состоявшиеся мамы, жены. Мы работаем, каждая в своей сфере. И этот конкурс нас раскрывает с другой стороны. То есть нам дали возможность почувствовать себя и актрисой, и фотомоделью. Научили красивые походки, дефилировать по подиуму. Поэтому это большие возможности, которые для нас открываются. Перед самим конкурсом вы ведь пять месяцев готовились. Вот что было самым сложным в этот период? Ну, на самом деле, все эти пять месяцев это был очень интересный опыт. Это было несложно абсолютно. Самое сложное лично для меня было на финале. Это преодолеть страх сцены. Это справиться со своими эмоциями. Выйти и сделать достойное, красивое шоу. Ольга, вы миссис Ярослав 2018. Что дала вам эта победа? Участие в этом конкурсе для меня – это возможность продемонстрировать всем женщинам, что жизнь не должна зацикливаться на только семье и только работе. Что очень приятно заниматься еще чем-то кроме этого. Конечно, самая главная семья. И для меня это на первом месте. Это самое главное мое достижение в жизни. И микроклимат в семье зависит, конечно же, от женщины. И вот этот конкурс, он дает новый виток, новые эмоции, вдохновление на то, чтобы продолжать развиваться как женщина, как мама. В шоу «Миссис Ярослав 2018» также принимают участие и дети. У вас ведь трое, да, ведь деток? Да, трое. Как они отреагировали на возможность принять участие в таком конкурсе? И что они вам сказали, когда увидели вас на пьедестале победителей? Для детей, конечно, это очень необычный опыт. Маленький еще не понимает ничего толком. И просто вышел на сцену, и, мне кажется, он получил самое истинное удовольствие. Он там вел себя очень непосредственно. Дочка и старший сын очень рады тому, что мама стала победительницей. Поздравляли, радовались, неслись на сцену, сломя голову. В общем, прекрасные эмоции испытали. Когда вы шли только на сам конкурс, вы предполагали, что станете «Миссис Ярославль 2018»? Нет, конечно, я не предполагала, но я верила в себя. Друзья меня поддерживали, муж поддерживал. Это придавало сил. Что вы можете посоветовать тем женщинам, которые бы хотели принять участие в подобном конкурсе, но из-за чего-то, может быть, стесняются, боятся? Что им нужно делать? Я очень понимаю, потому что сама испытывала эти эмоции. Я советую ничего не бояться, верить в себя. И обязательно, если появилась мысль подать заявку, обязательно это сделать. Ольга, спасибо большое за интересную беседу. Еще раз поздравляем вас с победой. Спасибо. Гостем нашей студии была «Миссис Ярославль 2018» Ольга Гомиловская. Телеверсию конкурса смотрите уже в предстоящие выходные. 17 февраля в 18.30 и 18 февраля в 21.00. Это был проект «В тема». Оставайтесь на Первом Ярославском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова